Добрый вечер, мы из Украины, правда у нас на сегодняшний день. Едем за великой машиной, чтобы погрузить наш металл, броню конкретно. Артур Голомах – обычный парень, страховой агент, который стал волонтером. Потому что волонтерский движ стал для Артура спасением от ужаса войны. Четвертая часа ворота, ты прокидаешься и слышишь. Четыре часа утра, просыпаешься от взрывов, это просто на голову не налазит. Просто берешь семью и едешь. Я был в Киеве, планировал ехать в Житомир, вот и поехал. Первые два дня сидел дома и, честно говоря, накрыло конкретно, а потом решил что-то делать. Так собралась целая команда молодых житомирцев. Теперь они вместе делают бронежилеты. Задача стояла максимальная. Задача стояла так – максимальное качество и максимальная результативность от нашей работы. Мы объединились в команду решать вопросы. Где находить броню, отстреливать ее, чтобы понимать класс защиты и качества, какая это защита для наших парней. Купить настоящий бронежилет в Украине теперь очень сложно. А чтобы пошить их, нужен прежде всего качественный металл. Броня приходит к нам из Евросоюза шестиметровым листом фуры из Словении. Лист готовим для лазерных станков. Металл Армакс – специализированный для производства бронежилетов. Делать бронежилеты из простой стали или автомобильных рессор не просто бессмысленно, но и вредно. Иллюзия защиты опаснее отсутствие защиты. Так говорят военные. Вот это кустарно изготовленные бронепластины, которые прострелили насквозь и с осколками на тестовом стенде. Хорошо, что не в бою, на солдатах. Но житомирская команда брака не делает. Эти пластины изготовлены для бронежилетов. Класс защиты 4+. Отстреляны пулями калибра 5,45 и 7,62. Оставятся только маленькие вмятинки. На лазерных станках броню режут на заготовки бронеплит. Потом часть этих плит сгинают. Прямые пластины идут на спину, а пластины для защиты спереди должны быть выгнуты, чтобы ближе прилегали к телу. Тогда будет удобнее и защита лучше. Нарезанные и согнутые пластины обклеивают специальными материалами. Демпфером для смягчения удара по телу солдата, алюминиевым скотчем для термоизоляции, уловителем осколков, чтобы кусками пули не посекло лицо. Готовая пластина выглядит вот так. Сверху накладывается гофрированный материал для утепления труб и обклеивается скотчем, чтобы острыми гранями нигде не натирало, не мешало. За рабочий день команда может собрать 100-200 готовых пластин. Хочется помочь нашей армии. Я ходил в территориальную оборону, сказали, слишком много добровольцев. Как можем, так и помогаем. Найти ткань, купить металл, собрать деньги, пошить жилет, снять видео для отчета, передать жилет военным – работы хватает всем. Почти каждый волонтер, почти каждый работник говорит про себя – я обычный человек. Мы подключили много людей, которые нам в этом помогают и делают это бесплатно за свои деньги и свои ресурсы. Они большие молодцы. И без этих людей мы бы ничего не смогли сделать. Сергей раньше работал на производстве каркасов для мебели. Этот опыт пригодился в пошиве жилетов. Сам жилет тоже не из обычной ткани, а из специализированной. Называется «кордура». Ее плотность – 1200. Она водонепроницаемая, устойчивая к износу, уничтожению. Чтобы военные могли ползать, бегать, и ткань будет такой же, как сейчас. Фурнитура, липучки, ремешки для накладных карманов. За каждым готовым жилетом много логистики, много работников и много швейных машин, говорит Сергей. Это полномасштабный процесс, который требует много времени, много людей. А мы – простые украинцы. Мы раньше не специализировались на таких изделиях. Нас жизнь заставила участвовать в защите нашей страны. Житомирские бронежилеты идут в Вооруженные силы Украины, в территориальную оборону и другие структуры, которые действительно защищают народ от врага, а не власть от народа. Александр Рубан, Александр Голобородько, Ярослав Стешик, Белсад, Житомир.